Долгожданный день для Кирилла Артемьева С детства меня привлекала военная сфера. Как только появилась возможность, и я поговорил с Андреем Михайловичем, это представитель Одинцовского ДОСАФа здесь в военкомате, он сказал, что есть возможность сдать на категорию С, и я первым же делом в первый же взвод записался, уже отучился, и вот должен буду получить уже водительское удостоверение. Одна профессия уже в кармане. После армии планируют поступить в Голицынский пограничный институт. Уже в ходе службы военные училища и вузы отбирают лучших ребят. Молодой человек должен быть готов по состоянию здоровья служить в вооруженных силах, причем служить не один, не два года, а служить десятилетия. Военная служба, понимаете, что это экстремальный вид деятельности, поэтому требует большой и морально-психологической нагрузки, и физической нагрузки. Поэтому основной критерий – это состояние здоровья. Сегодня здоровье призывников проверяют с особой тщательностью. Из-за пандемии уже третья призывная кампания проходит с ограничениями. Измерение температуры, масочный режим. Перед самым отправлением к месту службы – тест на коронавирус. Безусловно, у любого командира, начальника, руководителя, организации, предприятия, главная задача – это сохранение жизни и здоровья своих подчиненных, своих сотрудников. И для нас тоже это является главной задачей. Но, кроме того, безусловно, задача, которую мы обязаны выполнить – это не допустить поставить барьер для коронавирусной инфекции, чтобы она не попала в войска, чтобы ни один призывник инфицированный не попал для прохождения службы войска и не заразил своих сослуживцев. Весенняя призывная кампания проходит с 1 апреля до 15 июля 2021 года. Во все виды войск от нашего округа отправят около 300 новобранцев.